друзья мои приветствую всех на канале просто дима ну что пятница пятница конец недели а значит что значит очередной обзор брестской стоянки автоконфиската я уже приехал на стоянку пойдем сейчас посмотрим может есть какие-то новинки может есть какие-то изменения мы что-то продали в общем все как обычно друзья если вы не подписаны обязательно подписывайтесь на канал ставьте колокольчик лайк этому видео ну а мы собственно говоря идем на стоянку вперед друзья так ну что друзья вот собственно говоря и вся наша брестская стоянка уже смотрите в один ряд можно сказать практически выставлены все автомобили ну вот вольво смотрю какая-то свежая появилась до видим видимо недавно только и пригнали ничего такая ничего такая вольво на вид по крайней мере ну цену я узнаю само собой вам скажу а сейчас мы сходим там вот на закрытой площадке есть полуприцеп тентованный за сеткой он здесь стоит то есть посмотрим этот полуприцеп ну а потом как обычно уже выйдем посмотрим что тут что тут находится на открытой площадке так друзья ну вот вот собственно говоря этот прицеп сейчас посмотрим маркировку значит это шмидц шмидц карго ну понятно 12 тонн это наверно что это наверно макс максимально что ли максимально 12 он может это не может быть ну судя по шторе это я так понимаю это скорее всего 96 кубов ведь он такой заниженный на таких маленьких колесиках не совсем маленьких есть еще меньше подушечки хорошая резина с этой стороны неплохая брызговички все есть ну понятно тент уже тент уже не в идеальном состоянии есть вот такие вот порезы сзади ребята сзади двери распашные такие алюминиевые это неплохо ну я так полагаю что скорее всего и вверх тоже сдвижной такой в гармошку да скорее всего шторы это сдвигается здесь смотрим резина тоже вроде бы неплохая еще 385 на 55 r 19 и 5 так по моему 22 и 5 на фурах и ребята две запаски 1 смотрю с тягача 1 с полуприцепа есть вот такой вот ящик лапы все как положено 25000 белорусских рублей он стоит как бы и на мой взгляд ребята цена неплохая для коммерческой техники а год по моему выпуска чтобы не соврать тут по моему 2008 лиды щит 2 2009 не вижу есть тут нету но в интернете он есть на сайте очень можно посмотреть так я тут не вижу сожалению или 96 стой нет 96 вряд ли то что тоже посвежее ну чем как то так нормальный прицеп рабочий 10 тысяч долларов с учетом того что его растамаживать не надо не надо платить эти ндс и там и так далее в принципе вполне 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 нормальная еще техника так значит посмотрим что тут у нас еще старички возок гужевая повозка 141 рубль воз стоит короче кого воз и мы не там помните басню крылова так дальше что тут у нас 642 рубля вот эта самодельная машина и вот этот трехколесный агрегат 892 по моему чуть-чуть уценился но там фаворит байкер ну да это же байк кстати да можно на байк след монобайск байк след брестки ехать загрузить туда в прицеп пьяных байкеров с пивом и катать почему нет так ладно друзья дальше идем старички не новинки эскортик универсале 14 бензин 1069 рублей пушка гонка honda тивик 1333 рубля тоже ничего не поменялось пасек этот пасек кстати на втором канале там много просмотров этого видео с обзором 6 966 ничего не поменялось 1 9 9 9 год ну да ну сборная солянка судя по всему и такой код в мешке рено кстати вот эту рено просили посмотреть на втором канале ребята посмотрю 831 рубль она стоит рено лагуна первого поколения дальше идем volvo 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 v40 1.9 двухлитровый бензин 2673 механика тут уже вообще пустовато две омеги омега b это 98 год двухлитровый бензин 1645 рублей механика и вот это уже колесо спустила тоже двухлитровый бензин 2527 рублей девяносто четвертый год но как бы с зеркалами от рестайлинга из молдинами ну и давайте пройдемся по новинкам ребята вот смотрите вот такая вот volvo volvo v60 универсал d2 это значит дизель я так понимаю есть фаркоп оригинальные литые диски неплохая еще резина 15 15 года выпуска 2015 ну что я вам скажу относительно свежий уже модель дизельный мотор вот тут как-то или не захлопнула или не захлопнулся капот или ударчик какой-то был видите зазор какой отсутствует крышка ну заглушки кого-то которая на буксировочный крюк неплохая резина 215 на 55 r16 оригинальные литые диски но тормоза ребята смотрите видимо она уже долго тут стоит диски видите какие тормозные возможно потребуется нет это не царапина это грязь проточка возможно потребуется здесь тоже самое ну так визуально ребята я вам хочу сказать что по кузову кроме вот спереди там непонятно что она выглядит неплохо сейчас посмотрим открыта или закрыта нет закрыта машина значит шестиступенчатая механика клима кожаный руль тканевое сиденье подогрев сидений круиз что я вижу ну мультируль полный короче вот сожалению машина закрыта значит по деньгам ребята вот такие алюминиевые вставки подлокотник хотя универсал но машина небольшая мотор наверное какой тут 1.5 или 1.6 дизель стоит volvo в тех годах значит по ценнику ребята она стоит 40 тысяч белорусских рублей то есть 40 с копейками 40 с ну более точно сейчас вот напишу вот здесь это сколько это получается мне кажется дороговато мне кажется дороговато даже с учетом того что это 15 год напишите мне в комментариях то есть 40 тысяч рублей за 15 год как это дорого дешево даже вот если честно я не готов сказать какая сейчас у них цена по рынку надо посмотреть посад посад это новинка с прошлого раза 2008 год 15 тысяч триста тридцать шесть рублей посад b5 18 бензин не успел он еще уцениться так в целом состояние может быть немножко по бамперу тут ему прилетала ну и там ребята кто-то пробил эти российские номера общем 4 владельца пишет у него было по россии 4 владельца но как бы дтп не участвовало пишут ну по крайней мере так написал человек я как говорится за что купил зато продал сам не проверял citroen berlinga 98 год 1 и 8 бензин газ бензин 3396 рублей тоже на втором канале есть обзор и его ребята смотрите дракон какой новинка бочка ауди 80 кузове b3 на литье до литье такое сзади даже ребята барбет а нифига себе блин спереди это разве барбет не то наверно не барбет это что-то другое а вот сзади настоящий барбет а тут старый еще такой с полкой ой 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 смотрите да короче она где-то побывала в каком-то дтп что тут у нас тоже барбеты за арки выступают ну как бы четыре диска если ты звезды но спереди немножко другие но как бы так в принципе звезды и там и там как бы хоть и диски разные но в принципе выглядят даже как бы я сказал неплохо там побольше полка сзади тут поменьше одну правда нету этих центральных центральных заглушечек кругляшков этих ну и вот смотрите то есть видите прилетела и спереди и сзади капот тут уже видно что до этого шпаклевался делался ну вроде бы до радиаторов тут не не дошло только вот переднюю рамку переднюю рамку но сейчас попробуем если капот поднимается посмотрим лобовое все в трещинах капоту такой вот весь ребята весь под покрылся с трупами такими шелушится тут все все ребята шпаклевки вот такой вот поколотый бампер посмотрим тут уже походу сзади варилась ну если подмяло то не сильно там еще как бы вроде не провалилась но но надо надо все смотреть и задние крышка багажника короче под замену остальное тут я думаю вытянется принципе гармошки на арках я смотрю нету ну конечно такое себе а цена цена забыл сказать цена тысяча по моему 600 рублей стартовая 90 года 1.6 по моему бензин ну и тут по правой стороне ребята смотрите вот такая вот вмятина на дверях плавная но не готов сказать вы стучится она или нет напишите мне в комментариях кто занимается и салон чахлы но все такое грязное все такое запыленное замыленное вот такие дверные карты ручки частично поломаны ну может под чехлами может там и нормально в принципе уже залазить не будем смотреть тоже видно что . давно стоит дверь дверь болтается так вот дверные карты в принципе эти протерта но не до металла по крайней мере двести двадцать одна тысяча на спидометре пробег и коробка ребята 4 ступка какой тут мотор скорее всего или 1.6 или 1.8 вот так вот все выглядит карбюратор жидкости 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 посмотрим сейчас там пусто пустовато там посмотрим масло масло хватает шауди бензин даже если он свой блин такой фильтр в такой как на камазе блин ну что я вижу тут такое ощущение что помп помененная свежая такая так генератор стартер все на месте нет вот этой вот защитной крышки ремешки тоже все на месте ну радиатор просто болтается его закрепить в принципе тут ребята ремонт ремонт тут незначительный то есть чуть-чуть эту рамку вперед привязать и к столбу и просто задом сдать и она назад выправиться или снять это ауди все разбирается 24 болта открутить снять выправить ее пусть радиатор я так понимаю целый ну правда немножко и усилитель бампера ушел тоже назад но совсем незначительно видите куда-то вот сюда самое интересное что фары целая фары целая ну капот капот конечно под замену ездить можно принципе выправить его можно да будет он кривой косой но как бы общую картину машина это не испортит 1600 по моему с копейками там тоже сейчас точную цену прикреплю здесь дороговато конечно но ребята это аудио люк люк есть еще забыл сказать 190 mercedes 95 год двухлитровый бензин 1166 рублей такой вот двухцветный есть на втором канале обзор друзья дальше идем c5 citroen 7 900 по моему чуть-чуть уценился дизель вот ребята но это не новинка он уже пару наверное пару недель тут или неделю стоит просто он был на закрытой площадке я его забыл снять если честно прошлый раз 93 год ford транзит 2.5 дизель 3348 рублей вот так вот выглядит транзите к нету поворотника бордовый цвет понятно ford как ford но ребята пассажир многочисленные нюансы по кузову покажу вам дверь тут уже оторвалась короче будете открывать может отвалиться отдел принудительного исполнения жабенковского района жабенковский жабенковский ford тоже шпаклевка но видно что его когда-то делали когда-то делали но сейчас ребята уже опять все опять все пошло с этой стороны тоже кстати поворотника нет несомненно машина неплохая рабочая лошадь дешевле чем volkswagen всегда она стоила но функции свои выполняла не хуже вот так вот тут нету пластика вокруг рулевой колонки и ребята да он пассажирский но видите сидух нету то есть использовали его как грузовичок возили какие-то скорее всего грузы стройматериалы пол такой грязный полопадный ну видите там принципе машиной занимались там дверные карты переделаны эти такой вот мебельной тканью ну двери сами видите светится все разбито стекло заднего вида зеркала точнее 3348 рублей а ну литые диски забыл сказать литые диски я думаю если бы он стоил где-то в районе тысячи рублей его вы забрали но за 3 300 я думаю желающих будет немного одного кстати диска нету литого транспортер 7068 рублей 1 и 9 дизель белый уже тут давно стоит белый b3 посад 1620 бензиновый бензин газ точнее и что тут на закуску два опеля вот этот опыт кстати тоже он появился наверное неделю назад но не обозревал я его еще тоже его только недавно вытащили с площадки opel astra 97 год 34000 пробег 1.7 дизель 2772 рубля из грубо грубо тысяча долларов стартовая цена но это смотрим опеля воздушно-десантные войска какой-то вдовешник вдовешник какой-то ездил литые диски диски правда тоже без колпачков белшина ну так еще может быть все сезонка разбита разбита форточка по кузову явно явно он скорее всего это жопель красился ну так как бы так достаточно бодро еще выглядит есть фаркоп нет вот на крышке багажника заднего молдинга молдинга да точно десантник брдм-3 никто кроме нас короче десантник что-то натворил какая-то венская она 38 наша 38 бригада нету одного зеркала заднего вида левого водителя есть люк есть рейлинги мне ну как бы ребята по кузову он еще ничего такой сейчас посмотрим что за мотор были у них и апельевские моторы и японские моторы не готов я вам сейчас пока сказать посмотрим сейчас что за мотор ага ну turbo и ребята turbo это значит японский исузовский по моему насколько мне память не изменяет мотор ставили его потом и по моему на стр следующего поколения мотор в принципе неплохой немножко тут вот из-под клапанной крышки смотрю подсекает масло там вот где свечи накала форсунки вроде бы все с большего нормально турбина так по внешнему виду тоже вроде бы ничего страшного так что тут у нас с маслицем масло есть но масло ребята ниже нижнего уровня то есть масло возможно подъедает подкушивает рябиной тут грм принципе в принципе если мотор запускается по подвеске тут вряд ли что-то будет подвеска очень крепкая у этих пылей принципе я думаю еще нормальный opel за 1000 баксов оптика целая противотуманки есть тут минимальная то есть поставить зеркало посмотрим сейчас салоне стеклоподъемники механическое зеркало есть ребята просто его попробовать поставить назад ух какая тут уже оплетка руля прям порнография это такая с алиэкспресс короче это просто не не накладка такая обшивка продается ну руль понятно уже затертый 304 тысячи на спидометре он какой тут реальный пробег ребята сказать сложно да тут уже вот до металла закрыта чехлом просто заметал блин вода в коврике посмотрите воды сколько тут на полу бляхом или он где-то течет затекает а вот кстати крышка крышка есть тоже с багажника с крышки крышка крышка с крышки обшивка короче на багажнике тоже смотрите сколько тут плесени воды понятно ну да конечно это это скажем так уменьшает шансы его продажи или она через вот это вот окно может где-то заметала с не хотя с этой стороны воды нету больше стой ну как бы тут все может быть может он и с открытыми стеклами стоял понимаете такое тоже может быть да он видите тут все коврики с водой карасей можно разводить ну так в принципе помыть почистить высушить хотя конечно не факт что получится высушить возможно запах этот вы не уберете тут вроде бы все стандартно крышка есть заглушки есть шторка присутствует тяжелая какая-то крышка нет ну вообще как бы сам по себе сама по себе модель вот это astra вполне себе еще ничего это понятно машина не для понтов это можно как первый автомобиль можно как рабочий автомобиль тем более универсал дизель тем более как бы если тут только не смущает вас вот это вот что он затопленный такой может люк был открыт ему сложно сказать так по внешнему виду не сказать что он прям не не ухаживали за ним не обслуживали то есть не кривой не косой не ржавой то есть может просто вот где-то я говорю или стоял с открытыми дверями с открытыми стеклами с опущенными такое тоже возможно принципе за 1000 долларов можно наверное подумать кому надо так ну и омега двухлитровая омега b97 год 2062 рубля это не новинка друзья не новинка универсал диски только нравится метод литые диски ну ребята вот собственно говоря и весь осмотр и вся стоянка сейчас посмотрим тут уже мелочи уже остались шоссе man тга 18 400 31 120 по моему оценился этот ребята все забываю сказать этот пока не продается мотоблок нету еще цены на него вот зато появились новые культиватор фермер 1631 рубль как бы не дешевый или или подождите нет был наверное этот фермер да это их просто сюда переставили сюда перегнали да виноват и вот этот вот тоже который собрали разобрали собрали 777 рублей тоже сюда его ребята при гана ли 74968 и что тут у нас apollo jetix скутер 50 кубовый 651 рубль тоже ничего не поменялось ну что друзья мои вот такой вот был обзор брестской стоянки конфиската ну кое-какие новинки есть да конечно цены не совсем адекватные на эти новинки но уже как говорится что есть то есть сейчас по традиции прикреплю скриншоты проданных авто если такие были и посмотрим пойдем на второй канал вот эту доходягу рено лагуна кто-то просил посмотреть все всем большой респект он был просто дима и увидимся на канале всем пока пока